МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А хорошо тут будет нашей святой. Красивое, видное место. Да. Сама паня Енина выбирала. Она у нас художник. Понимает, какой пейзаж живописный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вам известно, пан управляющий, что к нам едет новая учительница? Учительница? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Именем Жечи Посполитой Польской окружной суд в раздоле постановил. Земля-крестьянина деревни Лентовник, а мы Габрис, полученные его прадедом Нестором Габрис, по старветутному процессу от августа 20-го дня года 1874-го, по которой теперь проходит новая дорога из Палацкини-Пшежинской на основании закона Комассации ст. 138 пункта Б. о землеустройстве, признается подлежащей отчуждению в пользу графини Пшежинской и входит с этого момента в собственность графини Пшежинской. Прошли. КОНЕЦ Что же это выходит? Конец мне? Теперь, значит, я к пане на поклон идти должен. Свою же землю в аренду просить, а? Молчите. Ну, а я не хочу молчать. Не буду. Что ты задумал? Уйми свою гордыню. Не справится тебе с паней. Что ты хочешь? Вьетнам дали взамен другую землю. Дали. А ты видел эту землю? На горе песок, а веру в болоту. Там хлеб уродица, когда рак свистнет. Покорись, смотри, у пани право. Грёж. Пани место себе отсудила, а не землю. Земля моя. Она меня любит, а не пани. Не отдам. Хочешь в горсть, а возьму. Постой. Хват. А, брак. А, брак. А? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, я должна готовиться в дорогу Что-то ждет меня впереди Дитя мое, моя дорогая Ганна Ты понесешь народу свет знаний Я буду молиться за твои успехи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Покойный граф любил эти цветы Да, Юзеф День добрый, пани День добрый Что нового, Матвеуш? Все хорошо, пани Кража вот только забавная сегодня ночью произошла У новой дороги, где вчера святую поставили хлоп два мешка земли унес Что? Что вы говорите? Два мешка земли унес? Да Это тот самый хлоп, который не хотел, чтобы мы на его земле дорогу прокладывали Матвеуш, это хуже, чем воровство Это хлопской бунт Хлоп голову подымает Сегодня землю, а завтра он мое имение захочет взять Я так не думаю, пани Пани слишком боится хлопов Это у вас, простите, пани, навязчивая идея Идефикс Витаете в облаках, Матвеуш? Кто украл? Какой это хлоп? Хамага Брысь Мы с ним судились из-за дороги Позвать его ко мне Я хочу его видеть Надо знать своих врагов Так, пани КОМАБШЕПІ 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 СИГНАЛИЗАЩЩИ maximum Ты зачем украл землю? Земля моя? Нет. Я! Нет, не твоя. Я на ней работаю. Земля меня любит. А ты зря по ней ходишь. Зря? А этот палац, по-твоему, не мой? И все эти вещи, по-твоему, тоже не мои? По-моему, не твои. Ты их нажила, а не трудом заработала. Ого! Да ты философ! Не знаю. Я по правде. По правде. Бум! О, нет! Маттеуш! Это страшно, Маттеуш. Что делать? Ничего страшного, нет, паник. На хлопа нужно подать в суд. Мало. За кражу его присудят к тюрьме или к денежному штрафу. Штраф за хлопа внесу я. И он вам за это отработает год. Маттеуш, после смерти мужа крестьяне заспустились. Этот философ, укравший землю, очень плохой признак. Запомните это. Сегодня конец траура. И теперь я по-своему займусь хозяйством. Именем Жечи Посполитой Польской, окружной суд в раздоле постановил признать крестьянина деревни Лентовни Хамугабрыся виновным в сопротивлении власти при проведении комассации, выразившейся в краже земли графине Пшежинской. И в силу законов о защите собственности на основании статьи 163 пункта приговорил подсудимого Хамугабры с 48 лет, грамотного, украинца, штрафу в 130 злотых в пользу Жечи Посполитой Польской. Высокий суд. Графиня Пшежинская была настолько великодушна, что уполномочила меня внести за этого хлопа штраф. Скажите, как мне попасть в Лентовну? Не вы ли будете, пани, новая учительница? Да, я только что приехала. Прошу извинить, старика, меня за вами послали, а я и не заметил. Прошу садиться. Прошу. Спасибо. Прошу. Продолжение следует... 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 День добрый. Добрый день. Что нового в деревне, Матеуш? Говорят, приехала новая учительница, пани. Молодая? Я ее еще не видел, пани. Юзеф. Через час сходишь к новой учительнице и пригласишь ее в замок от моего имени. Слушаюсь, пани. Здравствуйте. Здравствуйте. О, пани, как надо любить искусство, чтобы собрать так много картин. О, и как много надо забот. Мой дед положил начало этой коллекции. Это Рафаэль. Автопортрет. Я и сама немного рисую. Мой учитель, ученик великого Матейка, говорит, что я подаю надежды. Хотите, я вам покажу свои работы? Это Стефан. Как он похож. Вы знаете этого человека? Это мой кузен. Мы провели с ним все детство. Я очень люблю его. Это блестящий офицер. Мы познакомились с ним на курорте Магдалены в Карпатах. Однако, как все это неожиданно. Стефан мне никогда не говорил о вас. Мы с ним редко стали видеться после того, как я пошла в учительнице. Почему же? Он не разделяет мои взгляды на роль учительницы в деревне. А вам нравится ваша деятельность? А вам нравится ваша деятельность? Мой путь труден. Но перед Богом я поклялась отдать народу все свои силы и знания. Приобщать народ к великой польской культуре – высокая миссия, пани учительница. Но обилие знаний часто отвлекает хлопов от их обычных занятий. Это не ведет к добру. Так что, будьте осторожны. Сегодня в лентовне праздник. Вам будет интересно посмотреть. Да, очень интересно. Я смогу увидеть сразу всех в лентовне. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну? А отец что? Знать, говорит, не хочу твоей Марийки Женися на той, какую я тебя нашёл Марийка у Дубчака на три года вперёд в долги влезла Ты в петлю лезешь и нас, стариков, туда тянешь А я думала, Марийка, что жить тебе легко Какая ты веселая, веселая. Так за улыбку, пани, у нас пока штраф не берут. Простите, пани, я сейчас. Но... Старик слушать ничего не хочет, твердит свое. Руки у меня, Марийка, опускаются. Не могу против его воли идти. А ты не гнис, ты ему свою силу покажи. Не маленькой. Возьми ты и иди. У матери будем жить. Не пропадем. Абы та наука была для нас пожитким, дочестным и вечным, як б шиказал Христос, пан наш, амен. Садитесь. Сегодня месяц, как мы занимаемся. А вас все меньше и меньше. Ну вот, где твоя соседка? Почему она не пришла? Нянча с ребенка, пани учительница. Мать Наполе ушла. Ну а твой сосед? Почему он перестал ходить? У них, пани учительница, начали лен трепать. Мама, никого не видно. Тогда не ленись. Копай еще. Копай. Вот и набралось немного. Смотри, спросит, если кто. Говори, желуди собирай. Хорошо. Постойте, хозяюшка. Это ваш мальчик. Мой, пани, учительник. Почему же он сегодня не был в школе? Я, пани. Ой, мне помогает. У нас семья большая, я одна не справляюсь. Значит, тебя родители в школу не пускают? Я сам, пани, не хочу. Меня прежняя учительница всегда в угол ставила и позволяла картинки в тетрадях рисовать. А ты рисовать любишь? Люблю. Хочешь, я тебя научу? Очень хочется, пани. Я постараюсь за тебя что-нибудь сделать. Только смотри, обязательно приходи в школу. Придешь? Приду. Что же вы здесь стоите, пани? Заходите в хату. Прошу вас, пани, прошу. Наголи наши гусы. Гусы от... О-то... О-то... Гусак. А-то русска. Наголи наши гусы. О-то... Добрый день. Добрый день. Добрый день, пани учительница. Разве в школе девочка не могла бы научиться читать? А ведь в школе, пани учительница, украинской грамоте не учат. Науке можно, по-моему, на любом языке учиться. Это, по-вашему, пани учительница. А по-нашему, так другое выходит. По-нашему, так. Чужая община бедняка не греет. Вот поэтому у вас и бедность такая, что вы к культуре не тянетесь. Бедность? Это вы, пани, правильно говорите. Мой отец плохо жил. Соль есть, хлеба нет. Хлеб есть, соли нет. А я еще лучше живу. Ни хлеба, ни соли. Одна картошка, одна и та на панском поле. Я вот что хочу спросить вас, пани. Зачем вы детей наших калечите? Насильно их в поляку обращайте. Борить меня от этого сердца. Пани учительница. Уйдите от греха. Слова у меня грубые, не ученые. Я уйду, но вы должны посылать детей в школу, иначе вас оштрафуют. Я и других родителей хочу предупредить. Идите, пани, идите. Я вам путь покажу. Разве можно так с человеком говорить? Она не виновата. Ее закон сюда послал. Пусть правду знает. Это ей на пользу. Может, дуна и умная пани поймет, в чем хлопской горе. Ты эти краски хотела? Да, пани Ганна. Заверните, пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. До свидания. До свидания. Андрей! Андрей! А, Валик! Здравствуй, Валик! Пани Ганна, это наш сосед Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Пани Ганна купила мне краски и бумагу для рисования. Очень приятно узнать, пани учительница, что вы так внимательны к Валику. Мы с ним большие друзья. Однако вы совсем не заботитесь о том, что вы, ваши друзья, могли брать с вас хороший пример. Я вам хочу ответить, пани. Разрешите вам предложить зайти вот в эту коверню, чтобы не стоять на улице? Нам пора домой. Ну, еще не так поздно. И потом я хотела угостить Валика. Прошу. Прошу. Пани учительница, вы помните встречу с велосипедистом? Да, помню. Его в тот день спас только Бог. Очевидно. Но не без вашей помощи. Отец мне все рассказал. Но с тех пор меня не подпускает к воротам даже самый захудалый контор. Нельзя сказать, что польские законы были ко мне справедливы. Нарушитель законов никогда не может судить о них с хорошей точки зрения. Ваши законы не спасают даже вас самих, пани. А вы беретесь их писать для украинцев и учить по ним. Вы должны понять историческую миссию польской нации. Она объединяет высоким идеалом все народы нашего государства. У нас высокая культура. С нами великий Мицкевич. Мицкевич велик, как и Шевченко. Они сыны своих народов. И они презирали те идеалы, которые подсовывают нам сейчас. Вы не объединяете, а покоряете мой народ. Вы отнимаете у него родной язык. Стыдно, пани Ганна. Вы, цивилизованный человек, не понимаете, что с таким положением украинцы никогда не примирятся. Они мечтают уже о других идеалах, о других порядках. Довольно? Хорошо видно? Да! Как я рада, что удалось все это достать. Это Африка, Египет. Там растут пальмы. Вместо лошадей там верблюды. А эти горы – пирамиды. Пани Ганна, как интересно! Прекратить! Ах, вот ты где! А я ищу тебя по всей деревне! Аж слабым! Бестолковая девка! Что же вы-то, пани? Разве хлопки здесь место? Прошу извинить, пани учительница. У пани, наверное, есть разрешение на вечерние занятия? Видите ли, официального разрешения у меня нет. Но кому же придет в голову быть против этих дополнительных занятий, которые я решила проводить по своей инициативе? Тогда у пани должно быть разрешение на этот аппарат. А разве и на это нужно разрешение? Очень досадно, что пани не знает таких простых вещей. Мне придется прекратить это незаконное действие с вашей стороны. Вы не смеете этого делать! Я буду жаловаться! Я буду жаловаться! И сказал Ксенца, Как милостив Бог! Создав свет и человек, Он сотворил для него прекрасную жену, сотворил лошадку, на которой мы ездим, Он создал корову, которая дает молоко и масло, Он создал солнце, которое светит и греет, Он создал месяцы и звезды, которые так прекрасно светятся ночью, Он создал воздух, которым мы дышим, без которого невозможна жизнь, И все это Он создал для тебя, человечек. Но тогда поднялся хлоп И ответил Ксенцу так Жена у меня уже старуха Состарили ее Колот и забота Лошадку Увели за налоги Коровенку Ты сам знаешь Я продал, чтобы уплатить тебе же За похороны моего отца Солнце только сушит мою и без того худую и песчаную землю, А луну и звезды я проклинаю зимними ночами, Когда дети мои плачут от холода. А воздух? Воздух стал мне противен после того, как я узнал, Что им дышат вместе со мной И казнократ, и палач, и обманщик. После этого Ничего уже не мог сказать Ксенц хлопу. Поглядел, поглядел он на хлоп. Да и пошел к Войту жаловаться, Что завелся в деревне бунтовщик. Ну и сказка. Локу Ксенца переспорил. Значит, победил хлоп. Победил. Да. Да. Слыхал? У пани учительницы полиции аппарат отобралось. Учительница без разрешения детям картинки показывала. Не, не слыхал. Это вы у нас, пан Дубчак, впереди всех все знаете. А ведь и тебя, Василь, тоже народ собираться любит. А чего ж не собраться, если желание есть? От разговоров-то человек теплеет. Смотря о чем говорить. А что, Василь, давно я хотел тебе дать заказ на посуду. Возьмешь? Что ж вы, паня, молчали? Мне работа вот как нужна. Прошу в хату. Не помешай мне там кому. Что вы, паня Дубчак. Хорошему гостю всегда рады будем. Прошу в хату. Прошу в хату. Паня учительница, там Андрей вас хочет видеть. Кто? Андрей, сын Василя. Андрей? Зачем он пришел? Что ему нужно? О нет, пань, я же знаю, что делаю. Его увидит Дубчак. Дубчак? Дубчак уехал в город. Дубчак? А почему вы так испугались? Андрей честный человек. Я позову его. Здравствуйте. Вы меня забыли? А я вас помню. Вы мой бог, который спасает. Вы лицо официальное, живете, не нарушая законов, и никому не придет в голову. А моему отцу будут неприятности, если у него найдут эти книжки. Спрячьте. Я у вас потом возьму их. Ужасный человек. Вы меня заставляете второй раз идти против моей совести. Ну, как вы живете? Проверяйте детские диктанты. Можно? О, вы уже обращаетесь к начальству с протестом? Ура! Нарушаете законы. Вы ничего не понимаете. Я добиваюсь правды. У меня ведь тоже были когда-то свои розовые иллюзии. Надо быть, пани учительница, человеком с костями и мясом, чтобы понимать, что творится на свете. Но для этого нужна смелость. Анна, вы что-нибудь знаете о Ленине? О его смелости? Перестаньте. Здесь не место для споров. Я сейчас уйду. Ведь я вас теперь долго не увижу. Его не могут поймать? Нет, пани. Он удачливый парень. Хозяин приехал. Пани, так-так, хорошо. До свидания, парень. До свидания. До свидания, парень. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ясик, отнесёшь это Войту. Паня учительница. А, Добрысь. Добрый день. Опять ваш сын перестал ходить в школу? Я вынуждена принять меры. Заплатите штраф. Вот. Ясик, иди, ты больше не нужен. Спасибо. Вот теперь и от вас своей порции дождался. Это, Павел, нам не диковинка. Мы скоро не только за болезнь, а за смерть свою штраф платить будем. Габрысь, Габрысь, остановитесь. О чьей болезни вы говорите? Почему вы меня с утра не известили? Что с Валиком? Бредит он сейчас, паня учительница. Вас всё зовёт. Его лихорадит. Малярия, наверное. Вот и пришла беда. Нужно что-то делать. Хина нужна. Доктор, поезжайте в город за доктором. Доктор без денег не поедет, пани учительница. Не теряйте же времени. Нужен доктор. Нет, не могу, пани. Ему 30 злот и в карман сунуть, а мне корову со двора свести. Рука не поднимается. У меня ещё дети есть. Не горячись, хама. Пани у нас в деревне недавно и ещё не знает, что больница далеко. Что врач здесь два года не был. А за лекарством нужно в раздол ехать. Зачем вы здесь? Это безумие. Что же делать? Где достать хину? У Дубчака есть аптечка. Но он не даст. У Дубчака? У Дубчака? Даст. Не ходите к Дубчаку. Вам нельзя к нему. Лучше я сама. Я к Ксензу пойду. У него должны быть лекарства. Ксёнз может и не дать. А Дубчак мне не откажет. Ты? Я? Образумился, значит. Сам пришёл. Сам пришёл. Только к Вольту тебе резоннее было бы зайти. Ну да я сам тебя сведу. Марийка, Марийка, позови Антона. А он за хоростом пошёл. Вы его сами послали. Да вы садитесь, пан Дубчак. Я ведь не панской крови, чтобы передо мной выстаиваться. Слышал я, что вы в лентовне больше всего мной интересуетесь. Вот и пришёл поговорить. Смотри, Андрей, меня пальцем тронешь. Твоему старику не сдобровать. А кто же знает, пан Дубчак? Люди не видели, как я входил. А если заметили, то смолчат. Словом, добром вас никто не помянет. Что с вами? На вас лица нет, пан Дубчак? Уж не лихорадит ли вас? Вот беда какая. Где вы тут лекарства держите? Хины вам принять следует. Достали лекарства. Вот порошок. Пожалуйста. Пан Дубчак был так любезен, что даже сам пообещал навестить больного. Уходите из деревни. Не волнуйте меня. Я не хочу, чтобы вас схватила полиция. У вас доброе сердце. Господь простит вам ваши грехи. Пан Ян. Уходите. Пан Андрей. Я Марийка. Посмотри-ка, милая, как бы Дубчак не проснулся. Посмотрю. Пан Ганна. Пан Ганна. Зачем вы вернулись? Я же просила вас. Пан Ганна, я вернулся. Я вернулся за книжками. У меня нет их. Вы их уничтожили. Я знал это. Зачем же вы пришли тогда? Я хотел вас видеть. Безумный человек, вы погубите себя и меня. Нас услышат. Пан Ганна. Молчите, отойдите от дома. Я выйду к вам. Молчите, отойдите от дома. Так вот, пани Ганна, все в этой стране направлено к тому, чтобы образовать пропасть между людьми. Люди разной веры даже не могут любить друг друга. Ну вот допустим, что мы любим друг друга. Это неправда. Это неправда. Разве вы не видите, какая сила заставила меня вернуться, заставила искать встречи с вами? Я люблю вас. Ради бога, прошу вас, это невозможно. Анна, разве можно обмануть сердце? Я теперь не смогу не бывать в Линдове. Вы больше не появитесь там. Я запрещаю вам. Вы не должны играть с огнем. Вас арестуют. Тогда вы должны бывать в городе. Я прошу вас. Я должен вас видеть. Нет, я не могу. Я не должна. Это погубит меня. Я не могу. Господи, это сильнее меня. 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 Читаю. Как? Еще пять злотых. За что? А что бы вовремя платил? Ты в прошлом месяце платить опоздал? Свою долю не внес. Или забыл? Так вот это процентики, процентики набежали. Что бы не опаздывал. Сгубят тебя эти процентики. Так что же это выходит? Да так я и до самой смерти платить буду. До смерти и будешь платить. Вы, может быть, вы, может быть, смертью моей ждете. Кто чужой смерти ждет, той, скорее, свою найдет. Хомат, что ты? О, полос. Идем за тебя, идем отсюда. Пани, можно к вам? Войди, войди. Пани. Что случилось, Марийка? О, что случилось? Бросил меня Якова. Женит его отец на другой. Настоял на своем. Долги. Долги их душат. Что придумать, Пани? Не хочу я Якова отдавать. Убью я ее. Марийка. Сумазбродка ты моя. Разве этим спасешь Якова? Долги ты ведь останусь. Все равно на другой женят. Долги. 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 в каждой часе да збройную помощь Польске. Жадная возврата Гданска. Миасто Гданск никогда не достанет себя в руки немецкие. Мы готовы в каждой часе отопить атак врага и даже сами, без помощи наших союзников Англии и Франции, затреть на путь немецкую. Я знаю. Мы Гданска не отдам. Жоћнер наш мощно держит бронь в своем рэнку и когда зайдет потреба, на розказ начальнего вода армия полска пујде на Вроцлав Крулевец аж до самега Берлина. Ваше мнение, Матэуш? Да. Нехорошо. Мы накануне больших событий. Мама, мама, нету меня счастья. Не говори так. Ты еще молодая. К тебе еще может прийти счастье. Яков! Яков пришел все-таки родной, ко мне пришел. Марийка войту бумага пришла. Утром всех парней велено в город направить. Мобилизация объявлен. Мобилизация. Так. Садитесь, Матэуш. Взыщите все долги до одного гроша. Если будет нужно, вызывайте судебных исполнителей. Назначайте торги. Время очень напряженное, пани. Опасно. Вызывайте полицию. Все переводите в деньги. Дело плохо, если стариков стали брать. Какой же ты старик? Смотри, какой в усадь. Эх. Будешь тут за меня хозяином. Когда продашь теленка, отдай долг Василю. Выкупайте с огорода картошку, заройте за хатой. Там песок, ей суху будет. Ну, заборку чини. Хорошо, Хума. Все сделай. Будьте здоровы. Счастливого пути. Будь здоровы. Простите. Я никогда не видела у нас таких самолетов. Часы простые, деревянные, стоимостью два злоты. Раз. Часы простые, деревянные, стоимостью два злоты. Раз. Кто покупает? Часы простые, деревянные, стоимостью два злоты. Раз. Два злоты с десять грошей. Два злоты с десять грошей. Раз. Два. Два. Три. Продано. Юбка шерстяная, стоимостью девять злотых. Раз. Целый год я работала, чтобы сделать это плачев. Два. Три. Продано. Корыто деревянные, подержанные. Пятьдесят грошей. Раз. Два. Три. Продано. За ней осталось еще восемнадцать злотых. Но ведь у нее больше нечего взять. А корова? Так корова стоит сто злотых. М? Берите корову. Комендант, дайте приказ привезти корову. Паня Янина! Что случилось? Что здесь происходит? Паня Янина, вы знаете, что там делается? Там у людей последние отнимают. Успокойтесь. Паня Янина, это в вашей власти. Вы можете остановить. Я умоляю вас. А мне непонятно ваше волнение. Можно подумать, что вы из числа тех, кто не одобряет существующий порядок. А вы? Вы обираете до нитки несчастных людей. Юза! Отворяйте! Полиция! дверь! Эй, кто там есть? Давай дверь! Давай корову! Не дам! Отведи, Баба! Не дам! Бери корову! Отведи, Баба! Не дам корову! Баба! 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 Аааа! Стойте! Мы в палец пойдем! Угарить спрошим ответа! КОНЕЦ Стойте, люди! Не войска ли там? Не бойся, Василий! Идем дальше! КОНЕЦ В бане вызвано Улан! Они нас порубят! КОНЕЦ Стой! Парик! Не делу затей! Убьют! Всех убьют! Зорвись, милый! Зорвись! О! Трррррр! Приехал! Опять салий! Пойди размяться, что ли! Слезай-ка, мах! Пошли! Фрадик, а ну прыгай сюда! Слезай-ка! Слезай-ка! Ах, здесь я ботенок отрывали! Слезай-ка! 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 КОНЕЦ к вам, чтобы передохнуть. Пожалуйста. Да. Думали ли мы с вами, графиня, на курорте в Карпатах, что через год встретимся при таких грустных обстоятельствах? По-моему, вы не сопротивлялись до конца. Паня, вам простительно так говорить только потому, что вы женщина. Стефан, честь польского офицера прежде всего. Знаете ли, пани Янина, я столько видел за эти дни, что теперь мне смешно, когда мне говорят о чести. Я видел на второй день войны, как наши кумиры уже беспокоились о своих чемоданах. Что это я вас спрашиваю, парень? Честь? Честь. Честь. КОНЕЦ Здрасте. Здравствуйте. Я помню вас. Вы были в тот раз с мальчиком. Да. Пожалуйста. Меня просили передать. Знаете кто? Да. Вы его сейчас не увидите. Не пугайтесь. Его взяла полиция. У многих хватает в городе. Арестовали? А я так хотела его видеть. Не волнуйтесь, Панни. Он в Бригитской тюрьме сидит. Знаете, на улице Казимира. Его освободят. Вы ведь знаете, сюда идут. Кто? Сюда идет Красная Армия. Это все говорят. Красная Армия? Русские? Я не знала этого. Так вы говорите, его освободят. Так. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Стефан! Стефан! Кажется, случилось самое страшное, говорит Молотов. Ввиду всего этого правительство Советского Союза вручило сегодня утром ноту польскому послу в Москве. В которой заявило, что советское правительство отдало распоряжение главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Стефан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Дальёмся! Люди! Субтитры подогнал «Симон»!